Продолжение следует... Принц пишет с ошибками, путает русские и английские слова. Понятное дело, он же иностранец. Вообразить такую ситуацию сложно. Еще сложнее поверить в то, что кто-то сегодня на такое ведется. Но как ни странно, это работает. На тысячу людей нет-нет, да попадется несколько доверчивых. А способ обмана стар как мир. Появился он еще до эпохи интернета и даже получил особое название — нигерийские письма. Чаще всего такие обманщики представлялись принцами из Нигерии, откуда во все концы света сыпались жалостливые письма. Сейчас подобный спам может приходить откуда угодно. Историей с принцем он давно не исчерпывается. Мошенники придумывают новые приманки. Тут главное посулить большую выгоду за маленькие усилия. Подойдет, к примеру, неожиданный выигрыш в лотерею. Заплати заранее небольшой налог, и миллион у тебя в кармане. Еще спамеры любят приглашать якобы на стажировку или работу за границей. Сначала только надо оплатить расходы на перелет, гостиницу и визу по очень выгодной цене. Но, разумеется, поверившего человека оставляют ни с чем. Плати, не плати. Получив деньги, мошенники просто перестают выходить на связь. Для бизнесменов есть другая уловка. Предложение о кредите под бизнес без залога и стартового взноса. Все, что нужно, заплатить за оформление документов. Бесплатный или почти бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не доверяйте письмам от непонятных людей и фирм, обещающих золотые горы. Еще один признак спама – ошибки в тексте. Они помогают обойти почтовые алгоритмы, выискивающие в письмах типичные для мошенников фразы. Ну и кроме того, такие письма обычно приходят с адресов на общедоступных почтовых сервисах – gmail.com, mail.ru, яндекс.ру. В реальности у большинства организаций сейчас есть свои почтовые домены. Например, у Сбербанка – сбербанк.ру, у Яндекс.Денег – money.yandex.ru. Самое разумное, что можно сделать с таким подозрительным письмом – это просто на него не реагировать. Не стоит вступать с благодетелями в переписку, даже если вы их раскусили. Вы не только время зря потеряете, но и собьете с толку почтового робота. Он решит, что отправителю можно доверять, раз ему отвечают, и не будет блокировать адрес. Лучше помогите почтовому сервису и пометьте письмо как спам. Для злоумышленников все средства хороши, и кто-то для вытягивания денег использует не письма, а поддельные сайты. И о них мы поговорим дальше.